всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир со мной с катя мирошниченко и сегодня я вдохновляюсь платьем увиденным у гальяна на показе мне показалось это офигенная идея для маникюра более вот наступающим сезоне который будет через месяц это весна-лето возможно кому-то эта идея будет для свадебного маникюра хотя сейчас невеста в основном делают либо французский маникюр либо однотонное покрытие дизайн я бы не видела не знаю почему как-то дизайн сейчас не замечаю у невест на руках вот но для смелых почему бы и нет сделать такой маникюр сейчас покажу что у нас с вами ноготочки и сейчас я вам покажу какие штуки меня вдохновили смотрите это свежий показ гальяна причем что интересно все модели на показе были с огромными ногтями смотрите ногти были прозрачные с такими булыжниками мне конечно больше всего вот это вот прям то что на руки приклеили стразы видеть цветов опять же почему потому что если мы посмотрим платье на платье у гальяна используются нашиты цветы они немножко другие по форме да здесь более округлые там еще какие-то штуки приделаны здесь более примитивно сделано вот но меня так это вдохновило что вот на дальнем плане платье гипюр здесь вот эти вот цветочки и сейчас я попробую сделать что-то с использованием страз фольги как раз навеянная показом джона гальяна гальяна он исчез мне кажется прям с радаров последнее время до после скандала который у него был не знаю в каком двенадцатом тринадцатом году вот то сейчас эти показы встречаются их достаточно много у гальяна и они говорят они очень классные вообще мне мне джон гальяна очень нравится и то что вот он делает нам как для мастеров маникюра для вдохновения прекрасно подходит мы сейчас с вами сделаем один вариант имитацию вот таких цветочков и страз при помощи каких материалов мы это можем сделать и мне захотелось сегодня добавить лепку не знаю почему я вот на некоторые бы ногти сделала такой вот в стиле но не примитивизм но с небольшим количеством участия таких простых цветочков здесь я вот делала такие большие с мелкими но мне не очень понравилось мне вот такой вот вариант больше нравится эти вот очень минималистично вот и мне очень понравился вот такой вот вариант цветка вот я как раз него и начну да понятно что можно молочку брать здесь я просто на тип себя делаю так как делаю так ну начнем с первого варианта сейчас я хочу сделать вот этот цветок вот он мне почему нравится именно в таком размере вопрос такой акцентный в центре вот если даже он один будет очень кайфово мне кажется классный дизайн а ногти например какие-то молочные все полупрозрачные да кстати кто прошлый раз не обратил внимание себе сделала новые ногти короткие на правой руке специально нафигачила много дизайна чтобы вы видели что даже на таких коротких а у меня нереально малипусечные эти ногти прекрасно могут уживаться даже такие сложные элементы как бокс да там такие они очень казалось бы для больших ногтей кажется но все это можно сделать и закомпоновать даже на маленькую руку вот имейте ввиду сейчас продажи новый бокс александр маквин так ну берете любой бежевый темный оттенок до чтобы потом стемпинг белый хорошо читался я взяла номер 440 просто перекрываю в один слой сушим и я забегаю вперед думала чем не молочным перекрыть этот стемпинг да чтобы его приглушить чтобы он не такой белый был и хотела взять гель-лак а потом вспомнила что у нас феврале в конце февраля выходят новые топы кто помнит у нас есть гель-лаки они одни из самых популярных это пинк стайл беш стайл тендер стайл милк стайл так вот у нас в конце февраля во второй половине дня выходят топы с этими названиями ну понятно что цвет не один в один но очень похожи это все топа у них очень классный глянец они кстати очень круто выравниваются вот ну я сейчас на них останавливаться не буду но кто понял это 249 250 251 вспомнили эти гель-лаки вот по мотивам этих гель-лаков у нас вышли топы я думаю что это просто будет офигенный продукт ходовой и как раз я чтобы чуть-чуть приглушить да вот этот белый гипюр который я хочу сделать чтобы он не такой яркий был белый стемпинг я буду использовать не гель-лак молочный хотя тоже можно молочку использовать гель-лака я возьму прям финиш так но сначала я сделаю стемпинг поэтому я щас обезжирю пластины которые через который можно передать вот такой гипюр у нас их две есть пластина которая идет по мотивам nail crust а здесь все элементы они вот передадут вот это как раз платье гипюровое либо вот эта пластина здесь тоже очень много гипюра и орнамента тоже берите любой паттерн и он тоже очень хорошо вот сымитирует вот этот гипюр вообще вот этой вязки крючком и и наступающим весне лета будет очень но много и это модно будет этот тренд еще зашел в прошлом сезоне весна-лето то вот в эту весну-лето я так думаю уже в масс-маркете много появится вот таких вещей так ну мы возьмем как раз пластину которая посвящена оляный укроп здесь как раз у нас есть несколько элементов мы сейчас с ними как раз и поработаем смотрите я почему на молочке показывать сейчас не хочу потому что я же на видео работаю у меня сейчас просто сольются эти цветы когда я лепить буду с молочкой вот оно и так плохо видно такое все светленькое так а мы с вами начинаем с такого варианта так ну что приделаем сейчас мы посмотрим перекрываем слоем молочки это как раз топа которого еще нет в наличии ими можно кстати будет легкое моделирование делать этими топами мы попробовали кому нужен будет более плотный оттенок да даже если чуть-чуть замоделируете тоже кайфово получается топа ну это я видите забежала вперед мы их еще даже отгружать не начали по ним только контент отсняли то мне вот по одной из штучек из производства привезли красавчики вы можете сфотографировать себе но это только в конце февраля сейчас даже нет смысла менеджером писать кто работает салонами красоты на сайтах нигде этого вы пока сейчас еще не найдете и я знаете кстати что заметила через одну минуту через две минуты фольга не будет прилипать вот шлифовать не надо можно сразу смело работать фольгой так и второй слой еще с темпинга добавим какой-нибудь рисуночек по нижнему краю и можно молочку еще раз взять он первая кружева прям совсем приглушит и второй слой кружева вот чтобы вот эти цветочки стразики не потерялись вот поэтому я взяла молочный топ специально видите и приглушила чуть-чуть чтобы не так ярко в глаза это бросалось все сушим одну минуту и в центр ставите стразик я пятерку ставила сваровски размер и тогда цветок больше получается ну возможно для кого-то прям больше мне нравится они такие огромные что еще раз говорю на самом показе у всех моделей была огромная длина так лет где-то 4 миндаль четверка и вот огромные булыжники мне очень понравилось так классно это все так чем мы будем с вами работать здесь у меня уже разведен гель смотрите белесый для этого что я брала мультипл дизайн берем мультипл дизайн стараемся сильно банку не открывать вот достали сколько вам нужно и тут же закрыли потому что напомню это не просто гель для фольги это клей для фольги да он полимеризуется в лампе но как клей он чувствительный к лампам настольного освещения к воздуху поэтому стараемся чтобы банка всегда была закрыта даже рекомендую фольгу не снимать оставляйте фольгу в фольге можно дырку сделать чтобы только вот прям максимально все было закрыто хотя вот у меня палитра стоит уже часа три наверное вот я развела что я сделал я взяла чуть-чуть беленькой импасты добавила потому что когда мне с мультипл дизайном нужно сделать какой-то рисунок я добавляю туда что-нибудь беленькая либо гель-лак вот но я гель-лак обычно боюсь добавлять чтобы дисперсию не испортить не испортить вот поэтому я добавляю им пасту чтобы не было видно что я рисую хотите черный цвет добавляете в общем с мультипл дизайном очень хорошо потом какие-то рисунки делать самое главное просто подкрасть и чем-то вот просто подкрасить чем-то это как раз у нас сейчас будет основа для наших цветочков сейчас мы в центре поставим 20 повыше слепим цветочек сейчас подсушили все и начинаем рисовать когда пластина для стемпинга появится морская да у нас морская пластина она будет весна-лето сейчас по пластинам прямо точно вам не не подскажу сейчас продукты для весны-лето они только-только начинают выходить это сейчас вышел дайджест так смотрите я сначала намечаю 5 лепесточков все наметила и теперь рисуем мне нравится оставлять расстояние между лепестками соединяется стразиком а потом уже после фольги у меня есть крупные бульонки серебряные добавить еще бульонки прикольно получается вы помните мультипл гелем можно делать любую толщину высоту можно делать очень высокие барельефы все прекрасно просыхает и фольга прекрасно отпечатывается даже легкое надавливание достаточно для того так не честно ну ладно посмотрим испортила я или нет прекрасно отпечатывается даже если вы особо сильного давления не оказываете так сделали и 15 секунд 30 секунд в лампе второй вариант мы сделаем с вами на прозрачном кипсе гель мультипл очень универсальный самое главное ради чего его стоит купить это ради пластин потому что все что я пыталась пробовать из текущих материалов и имеет вот даже черный тюльпану все равно для стемпинга не подходит идеально как бы отпечатываться отпечатывается но вот не идеально то с мультипл это получается просто идеально стразик сейчас чуть-чуть мешает мне но принципе я говорю здесь еще удобно дальше вот прям залазить допечатывать вот хотите делайте наоборот стразик ставьте уже в конце сначала рисуйте лепесточки так как очень объемные лепестки прям прохожусь везде бока допечатывать стараюсь так вот здесь помните я это зацепила все сделали и теперь можно прокрыть любым топом без липкости сам цветочек а джемте я потом положу сверху почему я так делаю потому что вы же джемте не будете проходить вот так вот промазывать эти лепестки нам же только объем нужен а фольгу надо защитить поэтому я вот так вот сначала быстренько прохожусь все это замазываю сушим вот и теперь я беру джемте клер а джемте клер он имеет такой вот эффект дымки и он когда на этой серебряной фольге лежит дает очень красивый эффект тоже джемте клер баночку держим закрытой всегда не работаем с открытой банкой нужно вот так вот на палитру положили и уже с палитрой работаю все и делаем такой объемчик аккуратненький на лепесточках все это пузырь у меня с мультипл гелем будьте очень осторожны потому что вот это реально клей он очень капризные чтобы не получилось что вы одного клиента обслужили и гель застыл в банке вот но я на палитру например вот выкладываю видите я уже сколько я типсы делала до эфира где-то в 12 села работать и вот сижу вот эти типсы в разных каналах показываю и у меня в принципе на палитре еще мультипл гель не схватился вот но я все равно приучаю вас к тому что достали положили на палитру сколько нужно банка закрыта забудете на минут пять банку закрыть процесс полимеризации запускается и он не останавливается вы поняли такой медленный процесс идет вот поэтому банка всегда закрыта катя подскажите пожалуйста купила новый штамп никак не могу им отпечатать с пластины старенький отпечатывает новый никак просто возьми тогда какой-нибудь жидкостью попробую обезжиривателем протереть аккуратно либо ремувером протереть чтобы короче поверхность у штампика не была такая глянца она возможно настолько глянцевая ты поняла что это мешает а мне с иркутска этого геля не досталось теперь прям как неполноценное не переживай кто это у нас маша пишет маш купишь я уверенна здравствуйте а сразу можно на него сажать чтобы держались на джемте клер можно на мультипл дизайн не вижу смысла хотя я не проверяла адгезию для страз девочки я все равно считаю лучше чем макси база страза ничего не держит так все теперь берем стразики мне так вот нравится вот такой эффект делать такие большие стразы можно купить где-нибудь на вб на алиэкспресс и вот так вот по одной штучке так прикольно получается у меня вот эти бульонки лежат уже лет пять наверно они очень большие громоздкие вот для этих цветочков пригодились о кстати вот сюда можно добавить это не надо сюда лишний у нас получились вот такие декоративные страны цветы а-ля страза которые мы с вами увидели на моделях у джона гальяна боже как это красиво мне так нравится то что моделям прям приклеили кожа ногти смотрите какие прикольные а теперь можно в такой же стилистике да но сделать например с лепкой давайте сейчас попробуем этот вариант у нас уже готов смотрите этот более пустой ноготь очень мило красиво получилось так тогда чтоб цветочки у нас с вами не потеряли знаете что я сделаю потому что на прозрачном хорошо видно молочные цветы а чтоб молочные на молочном мы наверное с вами сделаем подмалевок сначала для подмалевка возьмем черненький нигель лак смешаем его с матовым топом ты осматриваем топом смешиваем почему по глянцевой поверхности топа лепить нереально а не знаете что нам нужно сделать то сейчас мы возьмем мультипул дизайн гель тоже сделаем рисуночек по периметру так тоже 15-30 секунд за мультиплей вам обязаны дать нобелевку спасибо но с ним нужно быть очень осторожным девочки банку держите мне просто уже один преподаватель в личку прислал банку она только себе сделала ногти и сполимеризовался гель внутри вот но она работала с открытой банкой ни в коем случае вот достали положили вот на палитра чеку и работа те же говорят я сегодня с этой палитры работаю в принципе полдня еще мультипул целый смотрите хорошо тянется все хорошо еще пока работать им можно банка должна быть закрытая так это мы просто для дополнительного украшения делаем и здесь наши цветочки мы слепим а часть цветочков выложим стразиками ну очень легко приклеиваться кстати давление какого-либо не обязательно прикладывать с фольгой конечно проще работать с клиентами чем с типсами так ладно сейчас я пройдусь закреплю ну либо я не буду заморачиваться я вот так прям топом перекрою все и теперь клепки подходим лепку по глянцевому топу нереально делать поэтому я делаю всегда по глянцевому топу какой-то подмолет вак либо просто из матового топа либо вот как здесь молочные цветы чтобы на молочном фоне не потерялись я сделала такой вот серый да я знаю евгения типсы приклеивать к ложке мне тоже неудобно все равно начинают давить это у меня типса с этой ложки соскакивая соскакивает и меня бесит это все равно короче нужно сделать матовый подмалевок чтобы комфортно было лепить я увидела еще прозрачный матовый топ чуть-чуть растушевала сейчас буду лепить уже поматываю топу лепить буду мягким пластилином твердый не нашла но я вообще в принципе люблю мягкий пластилин хотя вот кто новички вам с одной стороны сложно мягким лепить другим с другой стороны просто здесь самое главное его долго не елозить как только вы долго елозите мягкий пластилин начинает кисточки жутко прилипать для лепки жидкость я использую антисептик антисептик где мой антисептик девочки выбрали антисептик у меня до чем где-то упал так вот видно мои островочки стали матовые там где сейчас у меня будут цветочки по матовому топу будет комфортно лепить берем очищающий спрей брызгаем куда-нибудь в крышечку кисточка можете сфотографировать 3км 3к 10 лет леплю одной этой кисточкой все я это самая ходовая кисточка вот я только что ею рисовала ею же люблю это красный соболь очень классно для лепки для подмалевка в для росписи поехали начинаете по чуть-чуть вынимать по горошинке лишнюю жидкость убираем и из центра шарик чуть-чуть вот подкатали в центре он у вас должен быть полупрозрачным краям лепесточек должен быть плотный и здесь самое главное вовремя останавливаться в лампу на несколько секунд и опять от центра движениями такими прихлопывающими центре полупрозрачную краю плотно и кисточка обратите внимание практически параллельно поверхности вот если бы я сейчас лепила просто по молочному цвету цветочки сложно рассмотреть было бы они потерялись сейчас поэтому этот подмалевок матовый и слегка серый он нам позволяет сделать более отчитабельные вот эти цветочки вот видите я стараюсь край вообще не трогать на прозрачной я подмалевок делала просто из прозрачного бульонки господи я их сто лет назад покупала хотите я потом в конце фотографию покажу вы просто сфотографируйте и через яндекс картинки в веке забейте мне кажется вот так по фотографии по картинке найдете такие типс бульонки сейчас на алиэкспресс можно все что угодно купить единственно что с алиэкспресс долго идет тем не менее все равно заказывать можно ну либо на валбересе думаю что много есть хороший курс у нас обучающий называется базовый курс лепки там вот просто дается лепка базовая пластилином плоскостные цветочки такая вот база база то более чем достаточно чтобы с клиентами работать сушить окнате фотографируйте такая крышечка была вот можете так я думаю что с фотографии удобные кстати они здесь просто видите крупноватые и они у меня лежат и меч редко пользуюсь то что слишком уж большие они ну вот как сегодня видите пригодились забывайте кисточку от жидкости чуть-чуть отещать что вроде как варса мокрая но жидкость не льется это все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень важно, чтобы вот там, где начинается лепесток от центра, пластилин лежал полупрозрачно. И в конце я обязательно буду обезжиривать цветы, они тогда становятся более матовыми. Все сушим. И здесь я предлагаю добавить такие смешные цветочки. Что ж они так ржут у меня там все? Господи, громко! Я тут, значит, работаю, а они сисикают. Так, сейчас я не тут гель взяла. Сейчас попытку номер два. Сейчас мы чуть подсушим. И к нему добавим смешные цветочки. Я беру вот так бульоночку. И три маленьких стразика. Да, господи! Господи! Газово! Стоит... Скоро! Стоит... Стоит... Продолжение следует... Спасибо. Я еще цветочки не обезжирила. Надо еще цветы обезжирить. Цепись ты, господи. Такой смешной. Так, и обезжириваем. Сейчас мы цветочки обезжирим. И когда обезжириваешь, они такие более матовые становятся. Тогда более текстурные. Хотя вроде как такового дисперсионного слоя нет на этой лепке. Ну вот все равно, видите, становится такой вот прям более матовый эффект. Так, ну вот такой вариант на молочке получился. Даже, наверное, красиво получилось. Не знаю, какой вариант. На глянцевом. На матовом, знаете, что красиво? Я подмалевок сделала здесь серый. И они цветы более сложные получились. Смотрятся по-другому. Ну, если мы положим композицию... Ну, такая у нас с вами композиция получилась. Всем большое спасибо. Вот сегодня мы с вами вдохновлялись показами моды. Еще раз напомню. Это у нас был показ гальяна. Свеженький. Где даже ногти у модели были с огромными стразами. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. 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 Спасибо.